Это базовый груз и, как правильно сказал Константин Михайлович, относительно нас, что почти 50% управленческого аппарата это выпускники Вильмета. И давно уже привычно мне было, что заказывали начальники отдела главной технологии, главный конструктор начальников выпускников Вильмета, которые сами такими являются и знают, что здесь качество образования очень хорошее. Но в последнее время ко мне стали приходить заявки на экономистов из Вильмета. То есть три года назад к нам пришло два мальчика, которые закончили факультет международного промышленного менеджмента, Р-4, Василий Побеседин, компетенции которых охватывают не только экономику, но и инженерные компетенции владения. Благодаря тому, что они владеют и тем, и другим, и плюс еще желание работать, за три года они очень хорошо продвинулись. И один стал зам начальника отдела перспективного развития, второй зам начальника ПДО. Ну это высоко, это серьезно для тех, которые всего лишь тригуст как запрещены. Я хочу сказать, что это не просто вот, ну вот как бы, я хочу сказать о том, что вот они сделали рекламу этой картины. То есть буквально вот сейчас есть заявка на экономисты отдела управления МАК, и они сказали, экономистов только свой метр, только с кафтой Р-4. АТИС сказал нам, пожалуйста, инженер экономирования труда, только с кафтой Р-4. То есть я просто хочу сказать, это вот Людмила Николаевна, вы говорили о том, что вы такие специалисты пишите, когда экономические компетенции сочетаются с инженерными. Ну то есть вот в данном случае получилось. Получилось и замечательно получилось. Я сегодня разговаривала с одним из них, с Василием, и говорю, вот расскажи, вот ты добился за три года достаточно больших успехов, и что тебе помогло, что должно было быть лучше в образовании. Он говорит, в принципе, вот наше образование – это хорошее образование. То есть я говорю, ну а почему так решила? Он говорит, я спокойно иду решать вопрос в бухгалтерию, в БЭО и на производство. И я компетенция. То есть нам давали и планирование, и бюджетирование, и бухгалтерию, и материалы, и технологию. Единственное, что вот технологию, то есть он сказал, что побольше было бы, если бы это было, у них обработки было побольше. Это наша система. То есть я хочу сказать, я вот сижу и думаю, вот здесь звучит о том, что хорошо, когда есть инженерное образование, и параллельно получается экономическое. Я как мама помню, как у меня сын получал параллельно два образования. Математическое и экономическое. Значит, есть нормы, согласно которым человек должен 8 часов, в день работать или учиться, да? И после этого смена деятельности, либо отдыхать. Но когда у нас человек 8 часов на экономическом или техническом, это тяжелое образование, хоть экономическое у нас гуманитарное образование, но это тяжелое образование, если преподается. То есть он сидел 8 часов там, и потом вечером пошел на две пары, на четыре, и плюс ему еще нужно готовиться к следующему дню. И в субботу так же. То есть это, я, ну, это не полезно. Это не полезно. Это вредно, как для основной профессии, и для параллельно получаемого, потому что это идет за счет, за счет этой профессии. И не полезно для здоровья ребенка. Вот я сейчас постарше встала. Я вот думаю, что вот, вот я была не права, что я тогда хотела этого, не поддерживала этого. Одно дело, когда человек работает и вечером учится, там идет смена деятельности по театру. Поэтому двойное, то есть мы, это сейчас просто очень принято, в УЗИ получать второе образование. Поэтому я за то, что вот пусть это будет магистратура, пусть не гауреат, а магистратура, то есть они учатся на год дольше, ну, пусть они это совмещают, экономику и инженерное образование. Почему, вот я не согласна, здесь было сказано о том, что экономиста не научить инженерному компетенции. Почему? Вы же так же учите инженерному компетенции тех же детей, которые к вам приходят. Если есть, то есть здесь важно, конечно, чтобы соблюдался баланс того и другого образования, в какой мере давать. То есть это, наверное, действительно целевое, любое может быть, действительно больше связи с предприятиями, хотя, конечно, здесь тоже нужно подумать о том, как она должна осуществляться. Ваш призыв по поводу того, чтобы мы программы изучали, давали какие-то рекомендации, не превратилось ли бы это в формальность какой-то, потому что... Нет, нет. То есть это, наверное, может быть приглашать, то есть вот связь, когда у нас преподаватели на производстве, и производство не преподает. Может быть тогда это не задействовать? И я еще хотела сказать несколько слов по целевому набору. Вот мы сейчас осуществляем целевой набор. То есть я так понимаю, в Генгейхе мне сказали, 50% идет по целевому набору. Мы направляем людей, детей. Я хочу сказать, мне бы хотелось направлять работников предприятий. Но если я буду направлять работников предприятий, соответственно, так как у нас по целевому только очное обучение, это вырывает их успешно, тех, кого я хочу, чтобы они научились, из производства на 5 лет, кроме французских. Поэтому очень бы хотелось, чтобы по целевому набору был открыт набор на очно-заочное, либо вечернее. Тогда просто вот мечта, вот эта мечта, очно-заочное или вечернее обучение. Ну, может, он еще подружил. И потом действительно хотелось бы, чтобы после вузов выпускники шли работать, как раньше, на предприятиях. То есть, пусть они придут не ко мне, пусть они придут к кому-то, но он получил опыт технолога, а не опыт продавца. То есть, хотелось бы, чтобы они как раньше отрабатывали на предприятии. И тогда, в таком случае, окунувшись в профессию, не просто на практике где-то как-то это много, окунувшись в профессию, он останется и дальше будет инженером. Спасибо. Спасибо. Спасибо.